Доброе утро! Сергей Асланян в студии. Немножечко о автомобилях. Перед этим небольшая ремарка о том, как мы прожили эту неделю. Конец света все же наступил, вне графика, в другом месте. Мы любим со времен советской власти опережать события и раньше оптимального срока даже сеяться, может быть, и под снег, иногда даже под лед. С концом света мы тоже в финал вышли быстрее и стремительнее, чем остальной земной шар. И наш чисто российский конец света назывался «Голосование в Государственной Думе по закону о Диме Яковлеве». Поэтому у нас, соответственно, конец света наступил 19-го числа. По поводу того, что у нашей депутаты не совсем полноценные люди, не совсем интеллектуально состоятельные, такие умишком скудные, было какое-то подозрение. Было любопытно еще узнать при этом, что у них с совестью. В этом году выяснилось, что приличных людей на всю Государственную Думу нашлось всего 4 человека. Это те, кто проголосовал против. Два человека почти приличных, они проголосовали, они поддержались. Остальные проголосовали за. Тем самым, чрезвычайно разочаровав и людей, и лично меня, некоторых из них я уважал так за глаза. Ну, получилось, почему? Вот кредит доверия был. Вот, например, к Ирине Родниной я относился с уважением. С этой минуты я к ней отношусь безо всякого уважения. Там было еще несколько человек, вселявших надежду, надежда растаяла. Практически именно по этому поводу психиатр Марсель Дюшан сказал, они звали зверя хаоса из бездны кошмаров. И он улыбнулся им оскалом бессмыслицы. Депутатская бессмыслица оказалась еще и жестокой. Кроме этого, у нас были и другие события, более позитивные, чисто автомобильные. Здесь, знаете, такая проходит смысловая отбивка, и мы от совсем грустного переходим к достаточно веселому. У нас на прошедшей неделе, т.е. Медведев решил помочь страховым компаниям. И возбудил опять разговор о том, что неплохо было бы подправить закон об ОСАГО. ОСАГО, как мы с вами знаем, это косвенный налог. Под ОСАГО было придумано довольно много по стране страховых компаний, задача которых была достаточно тривиальна. Не сильно отличалась от наперсточников на рынке. Игра в одни ворота это называется. Деньги мы берем, отдавать их не будем. Разговор о убыточности страховых компаний и вообще такого вида риска, как ОСАГО, он достаточно бессмысленный, поскольку и в законе все прописано, порог безубыточности. И вообще, когда воры собираются на большой дороге с ножами и говорят, что мы плохо живем, давайте мы кого-нибудь ограбим, они, конечно, всегда найдут причину, по которой они это делают. Любой человек всегда оправдает себя в своих поступках. У нас в данном случае страховщики не стали друзьями людей. Деньги они собирают, отдают их неохотно. Но при этом есть, как всегда, несколько нюансов. И вот эти нюансы, товарищ Медведев, решил потревожить якобы в нашу пользу. Там очень любопытна попытка увеличить возмещение по утрате здоровья. Сейчас у нас наши с вами раны кровоточащие стоят 160 тысяч, а Медведев сказал, давайте 500 тысяч. Вот здесь очень любопытный момент. На юрфаке МГУ, в тот период, который мы называли развитым социализмом, был ряд чрезвычайно умных преподавателей, которые задавали логические задачки своим студентам. Например, товарищи студенты, скажите, пожалуйста, сколько стоит в Советском Союзе в условиях развитого социализма человеческая жизнь в рублях? Давайте посчитаем, почем стоит советский человек. Предложите, пожалуйста, какой-нибудь, может быть, не прямой, но хотя бы косвенный метод вычисления. И самые прозорливые студенты вычисляли, исходя из наказаний по шкале за преступление. Вот у нас, например, убийство, соответственно, с умыслом, но без отягчающих. Просто пошел и убил. Оно стоило 8 лет от ситки. А хищение в особо крупных размерах, это выше, по-моему, 10 тысяч рублей, выше меры наказания. То есть расстрел за то, что ты сперл государство 10 тысяч и 1 рубль. Значит, получается, вот между этими годами и рублями можно вычислить эквивалент, что советский человек стоил недорого, ну, где-то, наверное, меньше 5 тысяч рублей. Исходя из того, чему равен один год по одной шкале правонарушений и по другим. Вот сейчас у нас, опять-таки, нет критериев. Вот почем жизнь человеческая в нашей стране? Товарищ Медведев предложил нам неплохой способ исчисления, и стоимость человека поднять со 160 до полумиллиона рублей. Но мы с вами, в общем, респектабельные ребята. Наша душонка стоит поллимона. С этим уже-таки можно жить. Внимание, вопрос. А почему вообще, в принципе, есть предел? Вот с какой стати человек, попавший в аварию, тем более, запомните, ведь мы с вами знаем, ОСАГО — это когда в тебя приехали. То есть ты здесь вообще не при делах. И вдруг на тебя налетает какой-нибудь, там, черный Мерседес с мигалкой, он застрахован по ОСАГО в пользу третьих лиц, то есть тебя, и тебя начинают лечить сейчас в соответствии с суммой в 160 тысяч, а, может быть, благодаря заботе Медведева будут лечить на поллимона. А поллимона исчерпывают? Все виды диагнозов? Нет. А что дальше? Ну, дальше по гражданскому производству. Статья 1064. Если вы живы, если вам не отбило мозги, вы не совсем инвалид, вы можете подать иск и уже в порядке гражданского производства истребовать издержки на собственное лечение с виновника, причинителя ущерба. Ха-ха, три раза. А в нормальных странах нет этого предела. Вот сколько миллионов надо потратить, вот столько и будет. Вот в Германии, например, не существует предела восстановления вашего здоровья в Deutsche Mark'ах и в евро. Вот сколько нужно для того, чтобы уважаемый немец встал, пошел и вернулся к прежнему качеству жизни в результате медицинских манипуляций. Вот столько и будет на него потрачено. Причем не надо делать вид, что у немцев запредельно стоит ОСАГО. Ничего подобного. Вот тот, что в Германии никогда не было, они говорят, но зато вы сравните, сколько оно стоит. А вы действительно посмотрите и сравните, сколько оно стоит. Вы будете удивлены. Еще один момент. Сколько стоит наш металлолом? Т.е. Медведев предлагает поднять до 400 тысяч. Сейчас у нас обломки машины стоят 120, потом будут 400 тысяч. Опять-таки возникает вопрос, что такое 400 тысяч? Ты едешь на новеньком Мерседесе, который по какой-то причине не застрахован по каскам, в тебя влетает газель неприятная и непрезентабельная и рушит тебе машину на 400 тысяч рублей. А после этого ты ловишь этого человека и подаешь дальше по той же самой статье ту же самую попытку доскрести с него денег. Странно. Непонятно, почему 400 тысяч. Но и здесь же опять всплыл наш неработающий европротокол. Мы с вами должны быть оценщиками, специалистами по жестянке, малярке, по агрегатному ремонту, поэтому должны на глазочек определить. А, наверное, авария-то слабенькая, 25 тысяч. Ну, царапинка на бампере, поэтому можем себе позволить не вызывать гаишника, а оформить по обоюдному согласию сторон. Дальше сдохнуть на пороге родной своей страховой компании в попытке возместить ущерб. А тебе еще насчитают что-нибудь, скажут, знаете, 25 тысяч 500 рублей на самом деле ущерб, поэтому вы должны были нам привезти справку, справку вы нам не привезли. Идите, пожалуйста, нафиг. А может быть, сказал товарищ Медведев, мы европротокол поднимем до цивилизованного рубежа в 50 тысяч. Поэтому тетя Маша, блондинка, должна быть жестянщиком, она должна понять, а вот эта царапинка, она, да, точно, 49 тысяч 500. Не вызываем милиционера. Кстати, знаете, почему милиционеры приезжают всегда на ДТП? Почему страховые компании не позволяют никакие европротоколы, сдерживают это рублем, и товарищ Медведев им потакает? У милиционеров сейчас основной заработок на пьяных. За пьянку у нас ведь идет ужесточение санкций. Поэтому милиционеры, они всегда приезжают на место ДТП не только для того, чтобы оформить ваши никчемные справки и получить за это, как врут очевидцы, тысячу рублей отката, чтобы справку вручить вам на месте, а потому что вдруг он пьяный. А вот если он пьяный? Недавно мне в почту пришло сообщение от человека, в которого въехал пьяный водитель. Его состояние алкогольного опьянения было очевидно. Вызвали ГАИ, и причем этот потерпевший сказал по телефону, вы знаете, оппонент-то пьяный, примчались мгновенно, потому что на освидетельствование они схватили этого перца, уволокли его к себе на пикет, потом вышли и сказали, «Слышь, командир, знаешь, он нам 90 штук дал, но это наша зарплата за два месяца, ты извини, никакого ДТП не было». Вот. И товарищ Медведев, он как раз в данной ситуации очень любопытно занял позицию, он сказал, что 50 тысяч нормальный европротокол, мы же сразу Европа становимся за эти самые 50 тысяч. А дальше в поправке закона Аббасагас с легкой руки Медведева вошло попрание Конституции статьи 19 равенства всех нас вне зависимости от места проживания. Он решил его порухать тем, что европротокол для москалей, клятых и питерцев будет поднят в лимите ответственности до 400 тысяч. То есть, как ты москаль-клятый, то тебе полагается за дырку в бампере до 400 тысяч, а если ты волк-тамбовский, то, соответственно, тебе только 50 тысяч. Опа! Здравствуй, Конституция! Здравствуй, равенство всех перед законом, вне зависимости от места проживания, не говоря уже о социальном статусе. И это у нас выступает заместитель гаранта, товарищ Медведев. Очень любопытный закон. Еще пару слов. Вот что такое страховая компания? В нашей стране, имея налоговую природу и апеллируя к тому, что мероприятие, которым они занимаются, это все-таки бизнес, а не благотворительность, мы имеем, на мой субъективный взгляд, в данном случае, двоеточие оценочное суждение Сергея Слоняна, мы имеем грабеж средь бела дня, прикрываемый государством, такой гоп-стоп под защитой сильного. Что такое страховая компания в цивилизованном мире? Это экономический регулятор социального здравомыслия. Пример. Страховая компания приходит к одному французскому автопроизводителю и говорит, «Дорогой, я хочу сделать очень выгодное предложение на рынке ОСАГО для клиентов, которые будут покупать твою машину. Давай так, вот ты сделаешь самую безопасную на планете Земля машину, а мы за это сделаем самый выгодный, самый низкий страховой тариф». Это инициатива страховой компании. Фирма сказала, да, это интересно. Взялась за работу и сделала машину, которую получила на независимом краш-тесте Евронкапа 5 звезд. Машина называлась «Рено Лагуна 2». Обратите внимание, что не «Вольво», которая всю жизнь хвастается тем, что они возглавляют мировой рейтинг безопасности автомобилей. Нет, Рено. Рено получила 5 звезд. Она получила выгоднейший страховой тариф. Человек приходит в магазин, говорит, я хочу купить себе машину. Говорит, возьмите «Рено Лагуна 2». Мало того, что она самая безопасная на планете Земля. Она, ко всему прочему, самая дешевая по страховке. Инициатор – страховая компания. У нас такого нет. Перерыв на новости, потом продолжим обсуждение автомобильной жизни. Сергей Асланян в студии. Продолжаю разговор. Потихонечку готов перейти от монолога к диалогу. Вы заметили, конец света нас всех миновал. Поэтому телефон в студию 6510996. Код города все тот же 495. СМС-ки 5533. Дальше буква «Я» пробел. После этого ваши эмоции и вопросы. Вопрос потихонечку уже приходит. Кстати, как всегда, чрезвычайно радостный для меня. Еще несколько слов о том, как наша страна в автомобильном плане прожила эту неделю. Был очень любопытный заход на тему. Вы обратили на него внимание по поводу лимузина для президента. Президент наш все-таки пока еще выступает в номинации такого аналога бананового царя Африканской далекой республики. Там принято, спрыгнув с пальмой в промежутке между ампутацией хвоста и обучением в школе, успеть порекламировать Мерседесы. Эти люди все ездят на Мерседесах. Но это понятно, у них нет автопрома. У нас автопром. Не очень понятно, есть он или нет. Коллизия развивается. Мы решили возродить наши ЗИЛы. ЗИЛ возродить не получится. Потому что даже Александр Горчаков, главный конструктор, человек, отвечавший за тему в шестом цехе, уехал в Нижний, в Горький. И сейчас пытается сделать то же самое. Вы видели уже, как по Красной площади ехали два черных кабриолета, принимавшие парад. Они у нас принимают по большим праздникам парада. Вот эти две машины, их ошибочные все принимают за ЗИЛы. Кажется, даже новые. А это все-таки американская машина Шевроле. Это пикап Сьерра. Пикап Сьерра, накрытый немножечко неновыми кузовами, собранными по закоулкам нашей страны. Причем кузова у них были от седанов, изначально автогеном. И полиролью их превратили в кабриолеты двухдверные. Интересная коллизия, но если быть уже таким перфекционистом и придираться к мелочам, то, что сейчас катается по Красной площади, это не ЗИЛ, это Шевроле горьковской сборки. Очень патриотично. Там, кстати, любопытный был момент, почему мы перешли на эти ЗИЛы, куда девались старые. Как врут очевидцы, Сердюкову захотелось в коллекцию оригинал. Поэтому по Красной площади сейчас катается вот это некое подобие. Хотя, надо отдать должное тем людям, которые это сделали. Представляете, это все-таки сложно. Взять из американского коммерческого драндулета, сделать наш парадный легковой ЗИЛ. С точки зрения инженеров, работа очень интересная, поучаствовать в ней было бы, конечно, увлекательно. Волну погнали, сказали, нам все-таки надо, член у нас есть, возить его не на чем. Тем более, членов у нас много, целая кошелка, и всем кататься не на чем, как-то непрезентабельно. Обещали бюджет. Были ведь попытки и до того сделать какую-то красивую машину. Причем были очень неплохие дизайнерские разработки. И в свое время даже брался за эту идею энтузиаст Алышев, его группа А-Левел. Очень мастеровитые ребята. Просто молодцы. Они сделали машинку под названием Impression, потом назвали ее Русабалтом. Здесь же еще был и совершенно гениальный, и неподражаемый Володя Пирожков, принимавший участие в ее создании. И сейчас к этому конкурсу пристегнули наш Русабалт, несуществующий и уже позабытый, а также ЗИЛ, а также, естественно, ГАЗ, еще немножечко на МИ. И на запах денег прибежали специалисты, которые не сделали в своей жизни ни одной машины из фирмы Мараша. Нам ее пишут обычно с таким расчетом, чтобы мы ее прочитали латиницей Маруся, но поскольку Русю мы читаем как Раш, получается, что это Маша за Мараша. Вот Маша за Мараша, она тоже пробегала мимо, сказала, а что так мало денег, а давайте мы вам сделаем то, что мы не умеем делать, но только это будет стоить нам дороже, зато мы из этого точно знаем, что получим. Мы получим членовоз. И у нас утрачена полностью школа, мы не сможем сделать этот ЗИЛ никакими силами, только если мы, конечно, будем делать это по-честному. А если мы опять пошаманим, мы можем, в конце концов, сделать правительственный ЗИЛ даже из автобуса. Ну что, берется пазик, рама хорошая, сверху вешается другой кузов. Опять-таки, очень интересная дизайнерская работа. Ну, член, вот тебе ВОЗ, езжай. Это мы сможем. А вот сделать нормальную машину у нас не получится. Тем более, что членов наплодилась целая коллекция, и проект «Кортеж» уже подразумевает сразу целое развитие огромного промышленного направления, члена ВОЗа строения. Причем там будет автобус-членовоз, там будет внедорожник-членовоз, там будет еще чего-то. Очень увлекательная игра. Печаль вот в чем. Печаль в том, что под это все на полном серьезе идут государевые ассигнования. То есть, наши с вами. Много денежек туда для того, чтобы людям было интересно за них побороться. Кстати, Мараша может побороться и может даже выиграть, поскольку уж чего-чего, а за деньги она грызется всегда блистательно. Вот тут профессионалы снимают шляпу. Параллельно с этим возникла еще вот какая коллизия. Минпромторг и Министерство развития того, чего в нашей стране не очень-то есть, Минэкономразвития, они взяли и сказали, а пусть наши чиновники теперь ездят только на том, что собрано в нашей стране, а давайте-ка мы запретим госзакупки автомобилей, произведенных на территориях других стран. Это означает, что тендер выиграла BMW. У них в Калининграде есть производственная площадка автоторовская. Это означает, что Мерседесы и Ауди тихонечко пошли далекой-далекой дорогой, а именно нафиг. У Ауди есть для маневра площадка в Калуге. Они там занимались подсборкой. Колюсики накачивали, парки протирали. Полирольки там в нужных местах пшикали. И говорили, что это сделано в России. В принципе, неплохой способ, поскольку гарантирует качество. Интересно вот что. Как только выяснилось, что под затеей Минпромторга и Минэкономразвития не попадают Мерседесы, тут же встало в полный рост Министерство справедливости. Вы знаете, у нас есть Министерство справедливости. Вы заметили, что если у нас есть какое-то тематическое учреждение, то то, чем оно занимается, вот этого, как правило, нет. Ну, как автопрома, например, как развитие экономики. Министерство справедливости при отсутствии справедливости в нашей стране. Ну, мы его знаем под псевдонимом Министерство юстиции. Минюст. Ну, что такое юстиция, по словарю, посмотрите, как переводится. Хотя вы и так знаете. Министерство юстиции сказало, не, это как это? Это мы что? Это мы, значит, а вообще-то как это, как крутые пацаны, будем не на Мерсах, что ли, ездить? Говорят, что такое? Не, значит, нужно тут посмотреть, что там у вас с законом о госзакупках, но потому что честные пацаны ездят только на Мерсах, на стрелку. Поэтому Минюст, он категорически против. Нам Мерс нужен. Чем мы будем на авдосе, да на бумерах кататься? Не, на бумерах ездит наш клиент, а мы ездим на Мерсюках. Количество будет развиваться. Посмотрим, кто выиграет. Любопытно то, что в финале не получится автомобиля, а вот Мерседес, Ауди или БМВ под госзакупку, ну, тут, как всегда, любопытно, здорово. Ну, кстати, на помощь к ним ведь скоро придет еще Тойота, на дальзаводе, там будут прадики собирать, а под это дело можно и крузачки, а если надо, то еще и Лексусы. Получится вполне себе нормальная российская машина, какой-нибудь Сленд Крузер 200, и депутаты, и прочие приличные люди, которые занимаются в том числе законами имени Димы Яковлева, смогут нормально кататься по своим делам на крузаках, будут очень уважаемые, очень приличные люди. Еще один маленький эпизод в Туве, там местная власть сказала, слушайте, хватит гробить народ на газелях, а давайте форды купим, а мы еще, кстати, можем вам позволить дотацию, там и схему лизинговую хорошую предлагаем, давайте форды, давайте нормальные будут у нас маршрутки форды. И Горьковский автозавод почувствовал утрату деловой репутации и попрание имиджа, потому что в сопроводительных документах было сказано много нелестных слов по поводу того, что газель, в общем-то, имеет и межремонтный пробег в 4 тысячи километров, в отличие от форда у которого в 20 тысяч километров, и расход топлива у нее невыносимый, и по безопасности она не имеет никакого отношения к безопасности. Есть в группе ГАЗ вице-президент Леночка Матвеева, очаровательная женщина, она меня искренне любит, когда я освещал события, как Горьковский автозавод пинком взад вышвырнули из тендера на скорую помощь, мне позвонила Лена Матвеева и сказала, «Асланян, вам, как начинающему журналисту, не пристало наезжать на наш завод?» и спросила, «А с чего вы решили, что я начинающий?» Она великолепно ответила, она сказала, «Если я вас не знаю, значит, вы начинающий». Я с ней согласился, я начинающий журналист, позволил себе недопустимое, а именно рассказать, почему нельзя покупать Газели. Сейчас Тува идет по тому же пути, они считают, что Газели покупать нельзя, а Горьковский автозавод, поскольку увидел в этом ущерб имиджу и деловой репутации своей, срочно пытается подать в суд. Может быть, у них даже получится, если они найдут тот суд, который примет данный иск к рассмотрению. А еще на всякий случай Горьковский автозавод сбегал в контору под названием, у нее шикарное название, «ФАС, тяф, тяф, тяф» — это антимонопольная наша служба, хотя правильнее было бы назвать ее какой-нибудь комиссией или комитетом, тогда более созвучно было бы. Сейчас ФАС отражает суть своего не очень эффективного подтявкивания, а так бы она отражала направление, куда всех можно было бы посылать, благо структура нерезультативная. Но Горьковский автозавод, обратившийся именно в ФАС, может быть, там помогут помыть, почистить и вернуть на место деловую репутацию. Хорошая попытка, интересно, ребята, давайте. Потихонечку перехожу к вашим вопросам. Их не так много, как хотелось бы. И, кстати, вы почему-то не звоните. Видимо, вы празднуете конец света. Напоминаю, номер 495, код города. Дальше 6510-99,6. Сергей, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что лучше, новый Матис или Каризма 2001 года? Вот это, на самом деле, знаменитое фордовское противопоставление. Какая машина лучше, та, которая новая. Каризма 2001 года, она даже когда только-только свеженькая была, ее собирали на заводе Nedcar в Голландии. Голландцы, ребята, неплохие, но машина по конструкции была не лучшая, по качеству нормальная, но 12 лет? 13 лет? Слушайте, это не тот возраст, когда машину нужно брать. Эта игра называется «Кто последний, тот дурак». Не будьте этим человеком, зачем вам? Новый Матис? Новый Матис замечательный. Судя по тому, что вы их сопоставили в своем выборе, значит, они идут по одной цене. Вам утиль Каризмы отдают за 200 тысяч? Не берите. Похороны и реанимация будут стоить вам гораздо дороже. А вот Матисик, он замечательный. Он, кстати, по качеству в последнее время ухудшается, поскольку узбеки, к сожалению, не вкладываются в оборудование. Телефонные звонки уже потихонечку пошли. Я к ним перейду сразу после новостей. У меня через 14 секунд будут новости не столько для вас, сколько у Финамы для всех остальных. Потом мы с вами перейдем к выбору автомобилей и уже наговоримся всласть о том, что беспокоит вас, а не только меня. К Сергею Асланяну добавляются потихонечку любимые мною слушатели. У нас на связи Надежда. Посмотрим. Надежда, вы с нами? Да, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать на МСМ. Раньше вас слышала только на другой радиостанции. Всегда внимательней слушаю ваши реплики. И в тему я хотела бы еще раз поговорить за то, что вы подняли тему безвознанности, вернее, ужасной опасности таких автомобилей, как «Газели». И подтверждает, что у нас очень мало уделяют этой важной теме, забывают о том, что машину приобретаем. И очень важно все-таки живо и доезжать в любых автострах, оставаться с этими пассажирами в целости и сохранности. Надежда, обратите внимание, ведь Горьковский автозавод считает, что у них машина полностью безопасная. И журнал «За рулем» в свое время провел краш-тест, причем по ГОСТу. И выяснилось, что в случае столкновения там всего лишь половина трупов. То есть как минимум половина людей доезжает до, если не до больницы, то хотя бы, может быть, до ближайшего травмопункта. Это не так уж и плохо. Достойный показатель. Ну, если ГОСТ за основу берет статистику, допустим, Второй мировой войны, возможно, действительно, результаты просто потрясающие. Но у нас это немножко другие времена. И я не думаю, что сами владельцы «Газелей» рады тому, на чем они ездят. А владельцы «Газелей» на них не ездят. На них ездят наемные водители. А для наемного водителя ни один хозяин по законам бизнеса и звериного оскала империализма тратиться не будет. Потому что ни ему крутить руль, ни ему тормозить всем телом, ни ему на ходу отсчитывать сдачу. А этот несчастный гастарбайтер, который жизнью поставлен в чудовищные совершенно условия, еще хуже, чем у нас с вами, он, в конце концов, вздохнет под забором. Мы себе привезем следующего и следующего «Газель». И здесь, в данном случае, интересна позиция государства. Потому что государство играет не на нашей стороне. Оно говорит, ну что вы, это частная разборка. Как мы будем в бизнес вторгаться? Это же не у Ходорковского деньги отбирать вместе с его нефтябренными компаниями. Это же Горьковский автозавод. Ну, пусть работает. Там хорошая терипаска, в конце концов. Ну, я думаю, это самая госпожа Елена, фамилию я так не очень поймала. Матвеева. Вряд ли она хоть раз сидела за рулем своего замечательного автомобиля. И в такой ситуации надо выяснить, что у нее было с математикой в школе. Потому что упомянутые вами цифры о пробеге, извините, при любой калькуляции это невыгодно приобретать подобный автомобиль на срок элементарной амортизации той же самой, правильно? Ну, пока все-таки идет сверхприбыль, тем более, что можно сэкономить на ОСАГе, на техосмотре, на обслуживании, на серьезном ремонте, не гонять машину в сервис. Получается только чистая прибыль, дальше одно из двух. Либо сначала помрет машина, либо водитель, что-то наступает раньше, после чего мы меняем либо машину, либо водителя. Вот и все. Это закон империализма. Задача получить максимальную прибыль при наименьших затратах. И регулятора здесь нет на этом рынке. Мы с вами вынуждены рисковать собой в «Газели», ну, потому что... Не-не-не, мы не рискуем. Мы не рискуем. Мы не рискуем, нам повезло. Мы либо пешком ходим, либо ездим на нормальных машинах. Вот я... К чему моя реплика была изначально, что я считаю, что действительно надо максимально чаще показывать те же самые краш-тесты. Надо чаще писать об этом. И, может быть, тогда люди перестанут покупать эти просто реально ужасные тачанки, которые абсолютно опасны. Дело не только в «Газелях», а вообще во всем, что происходят на территории нашей страны за редким исключением того же сборочного калининградского завода. Кстати, я езжу на «Экс-3», именно калининградской сборке, купил «Стризис». Я сказала, что купила «Ниву». Все долго не пускали меня на порог. Потом все-таки поняли, что я пошутила. Шутка удалась. Надежда, спасибо вам. Замечательно, что мы с вами пообщались наконец-то. И, кстати, спасибо вам за добрые слова. Аркадий у нас на линии. Аркадий, здравствуйте. Наконец-то вас нашел в эфире, где вы ведете свою прекрасную передачу. Я тоже вам рад, Аркадий. У меня к вам такой вопрос. Я сейчас являюсь счастливым обладателем «Форда Фокус». Замечательно. Второй, третий? Рестайлинг. Понятно, второй рестайлинг. Да, второй рестайлинг. Вот в следующем году, я думаю, поменять его же на его же. И вот меня такой вопрос интересует. Что вы можете сказать о новой вот коробке? Я не знаю, насколько она новая. Повершифт. То есть ли вообще с ней связано? В принципе, она достаточно удачная. Мы сейчас до конца не знаем, какой у нее ресурс, потому что там есть определенные нюансы, как у всякого робота. Он немножко работает по другому алгоритму. Всегда хочется верить, что коробка доживает до пробега в 200 тысяч. Хотя мы с вами почему-то по жизни меняем машину несколько раньше. Но, Аркадий, тут вот какое предостережение. У нас с вами конец света не состоялся сегодня, но где-то, наверное, по оценкам независимых экспертов, к середине 2014 года на руках ни в коем случае нельзя будет иметь непогашенных кредитов. Если вы хотите в будущем году брать машину и, например, в кредит, то сделайте его максимально краткосрочным, погасите всеми силами, потому что иначе вы попадете к машине отношения не имеете, имеет отношения к финансовой ситуации в нашей стране. Попадете с этой покупкой, не дай бог. Сам по себе Ford Focus 3, он стал шикарней, респектабельней. В чем-то они, конечно, ужались. И обратите внимание, как всегда, хорошая комплектация, дорогая, она с шумоизоляцией. А то, что подешевле, оно без шумоизоляции. И это очень неприятно. Пауэршифт хорош, турбированные моторы у них замечательные, но иногда бывает такая штука, как не везет. Ну, через год, наверное, уже это выяснится. Да, это на самом деле уже потихонечку очень многие машины подходят к этому пробегу. Вот у меня под надзором находится с пауэршифтом Focus, у него где-то слегка за 100, проблем абсолютно никаких. И просто хозяин очень нормальный человек, он не гоняет, он просто спокойно ездит. Он доволен. Есть же такие люди, которым жизнь улыбнулась, и машина у них не ломается. Аркадий, я надеюсь, вы из их числа. Спасибо вам. И у нас на связи Александр. Попробуем. Александр, здравствуйте. 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 Вот первый раз к вам дозвонился, очень нравится. С дебютом вас, Александр. Что? С дебютом вас. А, спасибо. Ну, вы на радио. Вы же на радио выступаете, Александр. Да, я в курсе. Вот. Ну, я еще на других радио тоже выступал, так что это у меня не дебют. Профессиональный спикер? Нет, не профессиональный, любитель. Хотелось бы поделиться впечатлениями о ремонте дороги на МКАДе. О! Как у нас вот очень не любят обозначать разными знаками места, ну, огороженные там, где чего-то делают. Александр, по анекдоту, вы когда в эту страну въезжали, красный флаг видели? Да, 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 да. И что вы еще ждете? Я ничего не жду. Вы поверили в то, что... Я просто молюсь. Ага. Вы поверили, вы живете в крупнейшей столице мира, вы живете в респектабельном городе, в котором наконец-то специально из глубины сибирских руд выписали лучшего управленца, и он сейчас сделает вам красиво. А человек, рожденный очень далеко в ссыльном краю, москалей клятых обожает и думает, как бы мне помочь этим людям, как бы мне им сделать дороги хорошие. Да? Вы так считаете? Да, да, да. По этому поводу у Бочарова хорошая песня есть. Называется «Яндекс. Пробки 9 баллов». Очень хорошо описано. Вот тут то же самое. Просто несколько раз ездил по МКАДу в районе Ленинградки, там был ремонт. Огораживалась одна полоса. Сначала огораживалась крайняя левая. Я думаю, ну ладно, в следующий раз еду, она огороженностью перестроилась заранее. Она оказывается уже посередине, эта огородка. Там средняя, там третья полоса. А в следующий раз она оказалась крайней. И вот не угадаешь. Но вы все три раза увернулись, Александр? А? Да, я увернулся, слава богу. Один раз, правда, чуть под КАМАЗ не вылетел, но... Да это мелочи. Все обошлось. Да ну что, КАМАЗ раз и все, и уже на небе, и нормально. Не нужно ждать никакого конца света. Спасибо КАМАЗу. Кстати, Александр, вы обратили внимание про лукавство Яндекс.Пробок? Вы заметили, что они тихонечко теперь 9 баллами обозначают то, что раньше у них было эквивалентно 11 баллам? Да, 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 заметил. Где-то полтора года тому назад у них произошла легкая перенастройка шкалы. И у нас теперь пробки 7-8. На самом деле это 10-10, 10-11. Да, да, да. И у меня теперь супруга, когда со мной созванивается, спрашивает, где я крадусь. Да, ну, да. Что же делать? Такая у нас с вами жизнь. Да, да, да. Везде мы короткими перебежками передвигаемся. Спасибо вам. Спасибо. Хорошо, что мы с вами пережили конец света, который все-таки не состоялся. Вот довольно любопытный вопрос. Стоит ли покупать ГАЗ-24 87-го года? Ну, это вопрос коллекционера. Человек прекрасно понимает, что раритетные автомобили, они все-таки требуют уважения и пиетета, и почему бы не находиться в собственной коллекции? Дальше вопрос вот какой. Безопасно ли это? Если в этой машине только фотографироваться, это абсолютно безопасно. Если в ней еще и ездить, то Волга 87-го года – это довольно архаичный автомобиль, который не совсем успевает за потоком. Там вполне возможно, что еще будет 402-й двигатель. Это замечательный мотор, сделанный на Заволжском моторном. А Заволжский моторный – это тот шикарный, который еще до недавнего времени он с этой технологией вошел в 21-й век. Заволжский моторный завод блоки цилиндров отливал в землю, в форму в земле, в опоку. И вот этот шедевр, установлен на шасси, требующий модернизации в момент своего рождения, с довольно сложным рулем, с довольно плохими тормозами, ну, с определенными нюансами по эргономике и с огромной массой. Машина Волга ГАЗ-24 87-го года, впрочем, как и 71-го года, она для тихих покатушек выходной. Если вы покупаете эту машину на каждый день, она вас очень сильно разочарует. Поэтому для коллекции, чтобы ее восстановить, чтобы ее держать в идеальном состоянии. Да, конечно, есть такой шанс, и она будет при этом молодцом. Абсолютно никаких проблем. Ой, а в остальном берегитесь, не надо. Подскажите небольшую недорогую машину для курьерских развозов заказов типа микроволновки, телевизор, не особо крупных, то есть так как курьер-девушка. Для девушки, для того, чтобы таскать на себе микроволновки, подойдет абсолютно любая машина. Приятно, что здесь есть в этом вопросе очень цивилизованный подход. Подход европейского человека. Для конкретной функции полагается конкретный инструмент. Вот вы обратили внимание, как к нам потихонечку приходила эта культура через американский кинематограф. Когда, например, чтобы убить программиста Дайсона, Сара Коннор одела специальный костюм для убийства программистов. Она же не поехала в джинсах. Она одела специальную черную форму и пошла убивать человека в специальной экипировке. А, например, какой-нибудь преступник американский, который пытается что-то там сломать, он это ломает не руками, вот наш бы, что взял, ломом бы. Нет, у него специально есть дрель, приспособление. И любой главный герой в американском кино, а потом и в европейском кино выполняет функцию при помощи какого-то узкоспециального приспособления. Например, нужно машину вскрыть, он это делает желательно отмычкой, а не, опять-таки, ломом. Нужно там что-то хакнуть, он это делает желательно при помощи компьютера, а не сотового телефона. Потихонечку в нашу жизнь пришло понимание того, что есть специальный инструмент. Вот, например, копать лучше все-таки лопатой, а не мобильным телефоном. Самогон варить нужно не в кастрюльку и как пельмени сварить, а для этого есть специальный самогонный аппарат. И поэтому, когда нужно развозить габаритный, но небольшой по массе товар, например, телевизор или микроволновка, в Европе именно под это придуман целый тип автомобилей, легкие коммерческие, лидеров которых в нашей стране два. Это два брата-близнеца, Peugeot Partner TP, и он же Citroën Berlingo, и другой родственник, тоже французский, это Renault Kengo, оно же Kangoo. Можно брать любого из них, мне милее Peugeot, потому что Peugeot интереснее, лучше, у него более лояльная сервисная программа по отношению к клиенту, у него фантастическая печка. Сейчас вы обратили внимание, в Москве такая погода, что о печке мечтается с особым энтузиазмом. А французы молодцы, они сделали гениальную печку. Большая кубатура автомобиля, и, ко всему прочему, он универсален настолько, что позволяет не только возить телевизоры пять дней в неделю, но, например, в субботу и воскресенье быть семейной машиной. Можно посадить туда своего парня, которого вы кормите, и, например, собачку, а со временем и детей. То есть возьмите этих французов. Небольшой перерыв на новости, потом вернемся к вашим телефонным звонкам. Замечательно пришла реплика на смс-портал 5533, пробел, буковка «Я», дальше все остальные сообщения. «Газель в членовозы». Очень правильно. Вот то, что вы делаете, вот то, пожалуйста, и используйте. Кстати, туда довольно много приличных людей можно лопатой закидать, и депутатов в том числе. Я надеюсь, кстати, список Магницкого теперь будет расширен как раз по полному поименному соответствию тех людей, которые проголосовали за закон Димы Яковлева. Довольно любопытный тоже пришел вопрос по выбору универсала между Dodge Journey и Chevrolet Orlando, но вопрос сформулирован более интересно. Нужен универсал улучшенной проходимости, а вот одно уже не совсем коннектится с другим. Dodge Journey, он, конечно, случается полноприводным, и в этом, пожалуй, его грандиозный плюс. Он не является при этом внедорожником, геометрическая проходимость у него не способствует, а хода подвески тем более не способствуют тому, чтобы на нем штурмовать что-то более серьезное, чем газон перед супермаркетом, Chevrolet Orlando в этом отношении лояльнее, гуманнее и, самое главное, в два раза дешевле. Orlando, он, в принципе, задуман великолепно, идея сама по себе гениальная, просто грандиозная, исполнение хромает. Несмотря на то, что мои любимые корейцы занимаются качеством этого продукта, я когда катался на Orlando в течение недели, у меня довольно быстро сломался замок задней двери, согласитесь, это неприятно, когда задняя дверь не открывается. Я тут же обратился к дилеру, дилер сказал, да ладно, подумаешь, там 3 копейки, 5 минут, у нас, знаете, сколько, у нас раз в неделю приезжают люди с этим дефектом. То есть это стандартный дефект. Потом у меня перестало раскладываться сиденье второго ряда, я не смог забраться на третий, а он трехрядный. Поэтому получается вот какая штука. Значит, если нужен универсал, то у него не получится какой-то серьезной повышенной проходимости. Либо вы берете любой и спокойно ездите, либо вы берете машину повышенной проходимости, а у нее, кстати, будет универсальный кузов, но это уже начинается всякий там Mitsubishi, Pajero, Mitsubishi, Pajero Sport, Grand Cherokee, либо вы уходите в стан кроссоверов, но кроссовер он по определению поменьше, ну, кроме американцев, там, какого-нибудь Honda Pilot из здоровенного ящика, и уходите в другой ценовой диапазон. То, что вы упомянули Journey в своем списке вожделения, скорее всего, говорит о возможности, по крайней мере, материальной, приобрести машину заведомо более высокого класса, либо отстаньте от этих универсалов и не возлагайте на них просто необоснованных надежд. Либо тогда выбирайте дорогу. Одну из двух. Рамзан у нас на связи. Да, добрый день. Здравствуйте, Рамзан. Такой вопрос. Первый раз, на самом деле, слушаю ваше радио, но уже понравилось. Спасибо. Первый раз. Вот такой вопрос. Я езжу уже год на Каене Турбо, восьмого года. Замечательно. Вот, хотелось бы сейчас пересесть на что-нибудь. Вот, хотел бы посоветоваться с вами. Как вы считаете, с него на что можно пересесть? Рамзан, во-первых, вы должны для того, чтобы сменить машину, сменить среду обитания. Вам нужно ехать в Калифорнию. А там себе брать любой Ламборгини. Каен Турбо – это одна из лучших машин. При этом, по нашей жизни, это, в принципе, лучшее. Поскольку она, с одной стороны, совмещает в себе дорожный просвет, позволяющий вам спокойно въезжать в любой двор, парковаться возле любого бордюра. По дорожному просвету рядом что еще? Раньше, рядом только рейндж-роверы, может быть, стоят. При этом, по управляемости, по инженерии, по кайфу от автомобиля, ну, нету равных. Ну, Каен, он, как это ни странно, остается внедорожником. И при всем при том, это машина для наслаждения. Вы сейчас забрались на вершину автомобильной эволюции. Ну, вот теперь я думаю, куда мне дальше двигаться. Либо следующий Каен, либо вы уходите уже совсем в полный отрыв куда-нибудь, вот знаете, к респектабельной, спокойной езде. Вам сколько лет, Рамзан? 27. Ну, вам еще рано. Бентли, Континенталь вам еще... У меня есть вторая машина. У меня 216-й кузов, Мерседес, 6,3. Но мне вот хочется именно внедорожных... Конечно, ваш Мерседес все-таки животиком по асфальту, а Каен-то, он же парит над действительностью. Вы можете, конечно, на пробу взять себе новый алюминиевый рейндж-ровер. Это все-таки статус-то, это довольно быстро, это другой подход к автомобилю. В нем нету крыльев. Он хорош и добротен. А в Каене есть крылья. И либо вы покупаете себе следующий Каен... Ну, следующий Каен, ну, что-то в кузов не тот. Вот более агрессивный вид у этого, все-таки такой спортивного характера вид. А вот предыдущий, новый кузов, он не так все-таки... Рамзан, Рамзан, вас перебью. В вашем кругу принято говорить следующую фразу. В Роллс-Русси можно ездить и в мятом фраке. Поэтому, если вы будете ехать в новом Каене, уже не совсем важно, что часть людей на автобусной остановке будет на вас глядеть и говорить, да, что-то по дизайну Рамзан сегодня, наверное, промахнулся со своей машиной. Но черт, как хорошо едет. Нет, Рамзан, вот оставьте себе это удовольствие, перейдите на следующий виток, купите себе Каен новенький, свеженький. Только, опять-таки, смотрите, не вляпайтесь в кредит, потому что отдавать его будет мучительно. Либо Ламборгини. Я уже слышал про кредит. Это 2014 год, следующая дата у нас, да? Ну, знаете как, мы ее мучно преодолеем, но, возможно, что у людей с кредитами на руках будут определенные сдержки. А я сейчас заметил такую тенденцию. Сейчас так все так активно в режиме получают кредит и даже не задумываются об этом. Да и сейчас очень легко, по-моему, получить, насколько я наслышан об этом. Рамзан, а вы вокруг себя, в окружении, довольно часто наблюдали людей, которые, в принципе, что-то рассчитывают, взвешивают, и перед тем, как сделать один шаг... Ну, я так скажу, до 2010 года таких вообще не встречал. А вот после 2010 года люди начали считать уже и планировать немножко хотя бы. И тем не менее, часть людей пошла по пути приобретения кредитов. Они жестоко разочаруются буквально через полтора года. Я бы не желал им этого. Рамзан... Ну, я думаю, что предложение просто поступает. Не сами же люди придумают это. Я их, ну, как бы... Рамзан, семь раз отмерь, один раз отрежь. А вам я советую все-таки... Но это не про нашу страну. Это рекомендация всей нашей стране, знаете? И нас, и в том числе. Рекомендация. Рамзан, спасибо вам. Алексей. Алексей, вы с нами. Здравствуйте. Да, я с вами. Здравствуйте. Говорите. Хотел присоединиться к Рамзану с его точки зрения по кредиту. В нашей стране, ну, есть менталитет, да, такой у россиян. Брать, а потом уже задумываться, как из него выкручиваться. Брать или хапать? Хапнуть? Да, наверное, хапать, а потом думать. А как... Вляпаться? Алексей, мы же с вами знаем, что практически все ошибки в нашей жизни, они начинаются с того, что появляется человек с серьезным лицом, он говорит, нет, знаете что, я все взвесил. Сейчас мы сделаем хорошо. Мы сейчас проведем реформу среднего образования. И получается то, что получается. А вот сейчас... И получается как всегда, как МВД. А сейчас мы сделаем, во-первых, у нас министр предыдущий дважды поведенил в собственном кабинете коррупцию, о чем нас поздравили по телевизору, а потом нам переименовали. А вы помните, кстати, что Медведев по этому поводу сказал? Он сказал, что в советское время у нас был успешный опыт взаимодействия полиции и населения. Я думаю, надо его повторить. А опыт взаимодействия в советское время полиции и населения был только на оккупированной фашистами территории, когда наши люди помогали полицаям. Они потом за это получали 10 лет лагерей. Это просто к разговору о реформах. По кредитам вы абсолютно правы. Если есть халява, а если нету пакетика рядом для того, чтобы слюнки сладкие, которые брызжут во все стороны, собирать, то человек бежит, потому что... А вы знаете, сколько людей продает квартиры, чтобы купить машину? Даже такие есть. Много. Но тут вопрос такой, если брать машину за 3,5 миллиона, предположим, ну, Лангкрузия 200, да, там, за 4,5 Х5. Реально это стоимость квартиры. Квартиры, которые в Москве можно однушку взять, да, там, за 4,5 можно найти. Ну, да. За 4,5 это нормальная трехкомнатная квартира в новостройке, там, 30 километров от Москвы, один слово, да, предположим, Балашка. Это реально купить. И тот человек, у которого есть деньги, да, уже есть квартира, но он, конечно, выберет дорогую, как бы, машину. Ну, это... Кого из денег все и будут брать? Ну, есть такой нюанс, такой, как бы, да, рассмотрение. Если бы наши депутаты подумали, а давайте автокредит не всем будем давать, и пробок у нас может быть меньше. Нет, минуточку. Алексей, в данном случае вы вторгаетесь уже в бюджетнообразующие статьи. У нас каждый автомобиль на границе удорожается в два раза, поэтому чем больше машин будет продано на внутреннем рынке, а сейчас мы стремимся к цифре в 3 миллиона, тем больше с этой липки государство обдерет всего, чего только можно. Поэтому абсолютно неважно, пробки у нас с вами или не пробки, Собянин у нас с вами на нашу голову или не Собянин. Главное, чтобы они купили, неважно, смогут ли они ездить, будем ли мы на этом куда-то кататься. А самое главное, чтобы они еще налоги платили. Конечно. Дорогой машинный налог, там 40-50 тысяч рублей в год, это все-таки капает. А налог менять на бензин ставить, да, дельту, ну, это, получается, снова сказки какие-то очередные. Да, а почему у нас налог, например, идет с лошадиных сил, а не с объема двигателя? Потому что лошадиные силы, они гарантированные, потому что лошадиные силы... Ведь у нас же сейчас, получается, например, двигатель объемом 1,4 имеет 180 лошадиных сил. Ну и как с него теперь с 1,4-то содрать? Уж пусть платят со 180. Поэтому, когда вы говорите, пусть депутаты подумают, во-первых, это эклектика. Что значит, депутаты подумают? Это каким местом? Они вот только что по поводу Димы Яковлева подумали. На котором сидят, тем и думают. Другого-то вопроса там ответа и не будет в нашей стране. И опять же, менталитет. Если бы наши люди немножко думали даже взять Газель, то же самое, из новационных технологий, у них только Куалда на сегодняшний момент, которые, наверное, они и собирают наши машины. Как бы это плохо было бы сказано, но если вы хотите быть маркой нашей страны, то есть, извольтесь складываться в нормальную машину, делать ее доступной и держать марку. Алексей, а может быть другой подход? Обратите внимание, как опять-таки потомок. Афшорная зона, другой доход, и куда кидать? Да, есть другой вариант. Вот Горьковский автозавод и Куалда. Горьковский автозавод нам все-таки Генри Форд предложил. Мы его купили. Мы помогли Форду. Форд помог нам. Горьковский автозавод является наследником Америки. Ну, в этом вот узком таком понимании. А именно американцы первыми придумали новую технологию борьбы за имидж. Когда на Олимпиаде, проиграв все, они в судах выигрывали золотые медали. И Горьковский автозавод, как потомок Америки, идет абсолютно правильно. Он делает поганую газель. Это мое оценочное мнение. Но при этом пытается судиться за свою деловую репутацию. Очень правильно мы будем делать то, что у нас получается. Неважно, кувалдой, не кувалдой. Но только попробуйте нам сказать, что оно у нас плохое. Мы вас по судам затаскаем. Мы еще и в этот тявкающий фас придем. И там тоже скажем фас, фас, Анину скажут тяф, тяф. И может быть мы тоже что-то выиграем. Конечно. Вот оно, как жизнь выглядит. Неважно, какой товар. Важно то, как мы его продвигаем. Алексей, большое спасибо вам. Еще одна линия у нас. Тикс. Пытаемся соединиться. У нас все-таки город на связи. Но пробки у нас даже на линии не совсем получается. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, уже день. Уже, да, все, уже день. Знаете, вот мой взгляд примерно такой, что я вот считаю, что машина не должна стоить вообще дороже 700 тысяч рублей. Правильно, я тоже так считаю. Да, вот я езжу на Крайфере Пятикрузере, ну там сколько ему? Лет пять. Шесть лет. Ну да. Вполне себе ценовой категории машина. У меня и семья, и ребенок. И вот меня все устраивает. Но я даже не представляю, если бы она стоила дороже, чтобы еще в нее можно было бы впихнуть. Что можно было бы вызвать за эти деньги. Но, к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам. Оно, кстати, заканчивается и у меня. До встречи через неделю, и пятиминутки у меня остаются на все будни.